здравствуйте дорогие зрители канала сотник тиви вообще-то этот контент мы производим только для патронов нашего канала кстати подписаться на patreon вы можете легко и непринужденно прямо сейчас но раз уж у нас отпуск то мы решили поделиться некоторыми отдельными фрагментами нашего топ-контента но только некоторыми так что добро пожаловать в золотой фонд сотник тиви и подписывайтесь на патреон ведь там еще интереснее поехали добро пожаловать на политический релакс в программе споки ноки взрослятина в нашей прошлой программе нас почтил своим вниманием магистр обнала и гений офшорки роман аронович а сегодня после долгого перерыва к нам вновь подключился пули непробиваемый морозоустойчивый и огнеупорный депутат в законе николай незаболуев здравствуйте николай сергеевич вижу настроение у вас сегодня более чем боевое ну а то конечно на привет кореша часик в радость эфир в сладость ногам ходу голове приходу ну и какие новости у вас на законодательном фронте ну чё мы работаем на пишем трудимся экстремистов давим по всей площади а то ведь развелись как тараканы изо всех щелей полезли проклятые мы вот их сейчас законодательным дихлофосом попрыскаем и наступит тишина на нашей зоне как нехорошо николай сергеевич диктатурой попахивает и явно это не у нас попахивает слушай на то на западе развели фашизм толерантности и нацизма левачество понимаешь нечего россиянам туда ездить а то привезут заразу вовек не излечишься ну и так знаете ли уже 7 миллионов россиян признаны невыездными страны то есть смотрите летом прошлого года их было три миллиона три миллиона не могли выехать из страны из-за долгов а теперь к ним добавились еще четыре миллиона граждан что получается прямо железный занавес опускается как при коммунистах угрожает у демагоги на те кто демагогирует так вот все вот это кто анонсирует политику невыездную нашу все за клевету ответят все просто не надо долги накапливать понимаешь задолжал отдай так нет денег у населения чем отдавать то а цены то растут как на дрожжа зато доллар семьдесят четыре что вам не нравится в натуре меня вот по-настоящему совсем другое волнует ну давайте рассказывайте что вас там тревожит где атаки на донбасс меня топырят ваще да это какими извращенцами надо быть чтобы готовить вторжение боевых гомосексуалистов на нашу боевую цитады слушай поясните пожалуйста я что-то не понял ну как вы можете работать новостном сегменте в натуре когда главного не знаете американцы предложили зеленскому на провести на донбассе гей парад понимаешь да и вот колонны извращенцев всех мастей уже нацелились на тыльные места наших ополченцев ты понимаешь чем это вообще может все закончится нет не понимаю подскажите это же вспышка насилия во по всему донбассу и в такое суровое время наш президент принимает единственно верное решение которое остановит эту гейскую орду опять я что пропустил уточните пожалуйста что за решение короче в севастополе будет создан центр всемирной богатырской лиги только наши отечественные богатыри с криком гей славяне смогут противостоять нашествию западных садомитов понимаешь не да звучит шизофреничненько а почему собственно богатыри почему не гусары драгуны гардемарины наконец не 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 ну это все шваль французистая вообще не в мазь ты чё тут мужики с палецами конкретные на ки кудлатые с сермяжной правдой в бороде один тяжелоатлет медведев чего стоит ты же копай глубже братишка понятно понятно водка матрешка балалайка медведь богатырь вот это все тебе бы все опушить слушай может еще флагом радужным обмотайся ну давайте уж не будем ссориться тем более у меня к вам еще есть вопрос вы баллотироваться на новых выборах планируете но конечно буду планирую на много планов законов в голове рождается бывало ночью проснешься а череп прямо так и разрывается от новых законотворческих идей например ну например дал запретить вообще все и на любое действие требовать разрешительный документ от государства это какие доходы в бюджет сразу поступят понимаешь и и нацпроекты можно будет сразу воплотить жизнь-то понимаешь понимаю ох как понимаю ну ладно что ж сказочку то на ночь вы нам приготовили сегодня конечно пригода патриотическую пропол богатыря не устаете удивлять смотрим короче вздумали американцы поганые натравить на нашу рать ополченскую орду диких извращенцев из гейропы загнивающей собрали лютую дивизию в радужных парадах закаленную где каждый противный боец способен приручить и лаской растлить любого зверя от вепря до медведя страшная силища под семицветным знаменем собралась губы накрасила и кружевные колготки значит надела и лома позу такую приняла соответствующую готовясь перейти к непосредственной боевой близости вздрогнули в общем ополченцы но стремно потому что с такой дичью в кожанках вооруженной плетками они еще не сталкивались там мирному прохожему пасть порвать или кадык вырвать это запросто это мы могил а тут такая крайняя степень садомазы с горизонта ломится что реально душа через простату в пятки ушла но на их счастье мимо на махнорылом медведя проезжал какой-то мелкий пляшивый мужик видит панику и спрашивает вы чё в натуре гексуете а ему ответ а ты кто он такой бессмертный что ли а он такой в позу фраера-сэнсея встает и говорит есть пол под есть пол маккартни а я пол богатыря а они типа мы вот половым вопросом и обеспокоены глядь какая силища радужная на горизонте громоздится то наш посмотрел и ни слова не говоря в горизонту на медведя свое устремится ополченцы смотрят и глазам своим не верят это каким же упоротым на все седалище надо быть чтобы по своей воле волосатые лапы пойти короче прискакала под богатыря встала напротив дикой орды и сказала смотрите фраера дешевые помадой замазанные что я сейчас с вами буду делать и как начал им на собственном медведи это показывать такого ужаса вообще ни один пенс бдсм глаза не видел увлажнилась дикая дивизия крови и из глаз да и брызнула в разные стороны роняя адские игрушки теряя лапутены и разрывая колготки в клочья и исчезла с неба чуждая радуга и балалайка релаксирующая зазвучала и так хорошо стало ополченцем до поросячьих лебедей зашибись и возблагодарили они пол богатыря на чистой братской фене и пацанскую икону с него написали а мужик уехал из тех пор никто его больше не видел но если потребуется он живо на махнорылом прискачет и ментально порвет так что там не б все нормально будет с покиноки взрослятина нюх а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok